Оказывается, работа Рязанской транспортной прокуратуры носит экстерриториальный характер и ряд объектов надзора, в частности гидроузел Белоомут, расположенный в Московской области. Именно поэтому сотрудники прокуратуры в курсе последних новостей и с уверенностью утверждают, ничего чрезвычайного в Белоомуте не произошло. Всего лишь на строительной площадке новой плотины гидроузла под давлением паводковых вод разошлась шпунтовая стенка – специальное ограждение, используемое при монтажных работах. В результате был затоплен котлован строительной перемычки второй очереди плотины, затопление которого, в принципе, было предусмотрено проектом организации строительства. Сам гидроузел Белоомут является затапливаемым объектом и паводки воды проходят через его гидротехнические сооружения. Данный гидроузел работает в штатном режиме, ущерба не причинено и данное событие не окажет влияние на паводковую ситуацию в Рязанской области. Рязанской транспортной прокуратурой осуществляется мониторинг ситуации, связанной с гидроузлом Белоомут в режиме онлайн. Данные кадры подтверждают тот факт, что никакой внештатной ситуации нет и реагировать на тревожные сообщения, которые можно увидеть на информационных сайтах Рязани, не стоит. Я бы порекомендовал журналистам перед размещением данной информации все-таки оценивать ее и либо обращаться за комментарием к специалистам и после этого только опубликовать. Также сотрудники транспортной прокуратуры отметили, что после паводка ими будет проведена проверка в сфере судоходства на гидроузлах в Рязанском транспортном регионе. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город».